приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание практиков с помощью которых вы сможете избавиться от нищеты от всевозможных денежных проблем и сможете привлечь изобилие достаток и благополучия главное эти практики вы можете в любое время вне зависимости фазы луны и дня недели и одна из практик который поможет и поможет вам избавиться от нужды от нищеты вам понадобится буквально щепотка соли и магические слова теперь далее все более подробно обязательно начните это использовать в своей жизни знаете соль используется с давних времен и по настоящее время без нее нельзя приготовить ни одно блюдо а еще ее используют для засылки продуктов как мясных так и овощных при уборке жилья и даже при стирке одежды вы знаете соль имеет настолько сильные свойства и качества что она способна и очищать и защищать от различного негатива даже самого разрушительного и что немаловажно ею просто пользоваться это может делать каждый человек поэтому она часто и используется в ритуалах и в практиках и в обряды давайте вместе с вами проговорим знаете дом всегда будет с достатком и благополучием если в нем никогда не иссякнет запас соли и вы спросите а как это понимать у каждого человека в доме всегда есть соль но вы должны понимать это что вы должны купить например две пачки соли одной нужно пользоваться в зависимости от назначения а вот вторая пачка солью вас должна быть всегда про запас после того как заканчивается соль из первой пачки вы начинаете открывать вторую пачку и пользоваться солью 2 пачки но есть один момент предварительно нужно кинуть в нее последнюю щепотку соли из первой пачки но в то же время сразу покупайте новую пачку соли и кладите ее про запас так нужно делать постоянно этот процесс не должен прерваться также эту пачку соли ни в коем случае никому нельзя не просто так давать не одалживать даже не продавать соль вы всегда должны покупать сами это забота хозяйки или хозяина дома нельзя чтобы в дом приносили соль чужие люди даже если вам в данный момент у вас не получается купить самим соль нужно так нужно делать для того чтобы не получилось смешивание чужой энергии с энергией вашего дома и негатив чужого человека не попал ваш дом принеся вам тем самым неприятности и всевозможные проблемы солнечку вы тоже должны покупать сами не нужно брать в пользование подарены потому что вы не знаете с какой целью вам ее подарили какие помыслы премии и при этом имеет данный человек вообще все что касается кухни продуктов питания и ты вы должны научиться это все созидать сами творить покупать делать своими руками но никогда не принимать потому что знаете но очень часто бывает так что человек вам улыбается говорит вам хорошие и милые слова в конечном итоге рано или поздно вы узнаете что все это время человек вам завидовал насылал ванного спасала негатива и так далее и так далее соль не стоит и хранить в емкости без крышки желательно чтобы она была плотно закрывалась почему потому что соль она впитывает в себя энергии когда вы готовите еду добавляя в нее соль вы произносите на здоровье здесь соль я выступает вот таким вот мощным проводником ваших мыслей это действие укрепит здоровье всех членов семьи а также отношения между ними соль не стоит никому одалживать во-первых тот кто у вас ее одолжил может использовать ее вам во вред наслать порчу болезни а также отобрать у вас удачу и благополучия во-вторых соль это оберег на энергетическом уровне и ему и может не понравится такое отношение к ней и она перестанет помогать хозяевам из-за того что ее отдали из дома это будет чревато и ссорами с постоянными семейными конфликтами и так далее и вот здесь слово нет окажет вам услугу в данной ситуации если человек пришел без злого умысла он поймет и не обидится а вот если человек обидится на вас то вы должны обязательно сделать вывод и держаться подальше от такого человека потому что вы поймете к истинные намерения человека а в своем доме вы сможете сохранить благополучие но если так получилось что вы все же одолжили кому-то соль не давайте ее из рук в руки подставьте емкость соли на стол левой рукой пусть человек сам возьмет а вы про себя проговорите такие слова соль отдаю называете имя кому вы даете возвращать не прошу благополучие со мной остается и никому не отдается ни в коем случае не берите соль когда ее вам будут возвращать ведь вы не знаете с добром или со злом и и вам отдают вы можете вместе с солью принять свой дом и негатив от которого будут сложно избавиться скажите что вы ее подарили и вам возвращать ее не нужно чтобы у вас не испортились отношения с тем кто у вас попросил соли а также сохранились добрые отношения в доме тот кто берет должен оставить символическую плату любую монету желтого цвета а вы про себя должны сказать оплачено таким образом вы обрываете и любые энергии которые связаны с другим человеком и солью если у вас про и произойдут хорошие перемены жизни если вы например готовите чай или какое-то блюдо и случайно вместо сахара положили соль если вы еще это сделали и левой рукой это означает что вас будет ждать большая денежная прибыль в ближайшее время существуют свои народные приметы связаны с солью во время застолья если вы считаете что блюдо не соленая то до солите его сами но уже по своему вкусу но не разрешайте чтобы кто-то сделал это за вас если вам еду посолил кто-то другой то поменяйте тарелку еду лежащую на тарелке вынесете на улицу и выбросите для того чтобы избежать негативные последствий от такого действия также запомните раз и навсегда где бы вы не находились в ресторане у у кого-то на празднике никогда не передавайте соль ничку за столом друг другу иначе так вы можете расстаться со своей удачей вы должны соль ничку брать сами то есть вы видите что соль находится на другом на другом краю стола попросите чтобы вам ее передали и как как человек который будет передавать попросите чтобы он именно положил соль соль ничку именно на стол а после этого вы уже своими руками возьмете соль у вас перестанут мучить кошмары во сне а также ночные страхи если вы ложась спать положите под кровать емкость крупной солью если в гостях побывал нежеланный гость то после его ухода бросьте щепотку соли на порог со следующими словами то недоброе что принес с собой забери мне вреда не принеси больше никогда в мой дом не приходи также вы можете сделать из бумаги небольшой конвертик посыпать туда соль купленную на растущую луну и носите при себе чтобы успех сопутствовал вам во всех делах и во всех ваших начинаниях желательно вот такую соль раз в месяц менять перед порогом нужно насыпать не может немножечко соли и негатив изменений сможет проникнуть ваш дом очень хорошо эту практику проделывать нам после генеральной уборки вот вы генеральную сделали уборку и на пороге просто возьмите вот как знаете как-то в виде такой границы посыпьте солью этого будет достаточно в детскую кроватку или коляску нужно положить небольшой беленький мешочек соли именно в районе ножек у ребенка и вот именно вот такая вот практика убережет ребенка от сглаза и порчи для того чтобы ребенок ваш стал успешным человеком подарите ему фарфоровую соль ничку это вы можете сделать в любое время когда ребенку может быть 15 лет или когда человек женится или выходят замуж помните о том что для нас дети независимости сколько их им лет они все равно остаются нашими детьми поэтому подарить его фарфоровую соль ничку и вы знаете это во первых будет память о вас а во вторых она действительно будет помогать ребенку становиться успешным при купании ребенка бросьте воду буквально кристаллик морской соли соли и ребенок будет расти крепким и здоровым а вот если рассыпалась соль знаете это предупреждение следствие этого ссоры могут быть или конфликты о чем же предупреждает рассыпанная соль давайте немножечко с вами проговорим если соль рассыпалась на пол скоро в дом придет человек с которым у вас может возникнуть ссора поэтому будьте готовы к этому сдержите эмоции не нервничайте просто постарайтесь говорить когда вы человеком говорите человек выговаривается и вы можете понять для себя в чем же была истинная проблема также возьмите соль соберите мокрой тряпочкой затем прополощите под проточной водой тряпочку нужно выбросить соль рассыпалась на стол значит семье назревает конфликт и чтобы его немножечко смягчить не берите соль голыми руками опять же чтобы ее убрать используйте мокрую тряпочку а затем прополощите под проточной водой тряпочку также нужно выбросить если соль рассыпалась на пол и на стол в одно время это значит что произойдет большой скандал который выйдет за пределы дома и чтобы его смерть и смягчить нужно поступить так же как в первых двух случаях но предварительно на соль насыпать еще щепоточку черного перца во всех других случаях если соль рассыпалась прежде чем ее убрать возьмите щепоточку сахара и бросьте на нее если нет сахара то откройте окно и щепоточку соли бросьте через левое плечо так вы берете негатив с данного действия и убирая соль не прикасайтесь к ней голой рукой соль смывайте при этом проговаривайте такие слова соль негатива брала вода смыла от вреда не осталось и следа ну а чтобы между супругами не было никаких разногласий нужно под подушку каждому из них положить по маленькому мешочку соли чтобы в доме было спокойствие и взаимное уважение нужно под спальное место каждого члена семьи положить по несколько кристалликов соли а когда вот вы уезжаете в далекую дорогу возьмите с собой небольшой небольшой мешочек солью и вы знаете он станет вашим оберегом в дороге есть такое обычай когда дорогих гостей встречаются хлебом и солью почему именно такое сочетание потому что хлеб это символ достатка благополучия а соль здесь выполняет защитную функцию поэтому когда встречают гостя хлебом солью то это означает что отношения должны быть дружескими доверительными что ему рады и желают счастливой жизни тот кто ответ отведал такое угощение не может быть врагом во время свадебного торжества молодых встречают хлебом и солью родители так делают для того чтобы их жизнь была богатой и любые негативные моменты не наполняли жизни молодых людей когда вы поселяетесь в новое жилье войти в него нужно с хлебом солью чтобы подружиться с домовым и задобрить его только на добрые дела у вас в доме если натянуты отношения и вы прямо чувствуете что зреет какой-то конфликт чтобы этого избежать возьмите сковородку насыпьте жменью соли и нагрейте до коричневого цвета пересыпьте в посудину которая не боится горячего вынесите на улицу под большое дерево и выбросите соль там проговорив такие слова весь негатив из дома убираю место положительным эмоциям освобождаю будет в доме опять уют и тепло не позволю чтобы в нем поселилась зло после этого уходите домой не оглядываясь если вы ходите по улице бываете в различных местах и все это чревато тем что можно принести негатив в дом на одежде поэтому ее нужно периодически подвергать энергетической чистки для этого подойдет любая соль если вещь из вашего гардероба можно постирать то бросьте щепотку соли воду перед стиркой будь то таз или стиральная машина и не забудьте проговорить такие слова соль негатив уберет моя одежда мне вред не принесет если нельзя вещи перестирать то рассыпьте щепотку соли по вещи пусть он так полежит как минимум где-то час затем собираем соль смываем ее под проточной водой проговаривая любые слова которые идут от чистого сердца в этот момент если вы принесли в дом что-либо кем-то подаренная то обязательно проводите чистку этой вещи разорвав и он ее энергетическую связь с человеком от которым вы ее получили посыпьте щепоткой соли и если это возможно протрите солевым раствором эту вещь при этом проговаривая следующие слова соль в помощь призываю чужую энергетику с этого подарка убираю эта вещь будет теперь у меня не причиняя мне вреда вы знаете что соль это сильный энергетический оберег но нужно добавлять щепотку соли в воду и при мытье полов это действие защитит вас и ваших близких от сглаза и порчи также вы можете сшить небольшой мешочек из ткани цвета который вам нравится и наполнить его солью далее обязательно завяжите красной нитью такой оберег нужно носить при себе его следует всюду брать с собой когда вы будете куда-то идти не забывайте проговаривать такие слова оберег при мне его с собой ношу себя от любых бед и неприятностей защищу такой мешочек можно повесить у входной двери положить сумочку или в кошелек он не только убережет от зла но и притянет вашу жизнь светлой энергии откроет денежные потоки соль мешочки хорошо брать с собой на заключение каких-то сделок контрактов а также если вы связаны с торговлей это поможет процветанию вашего дела и то что привлечь деньги в свою жизнь возьмите деревянную соль ничку насыпьте в нее соль и поставьте по центру стола при этом проговорите следующие слова соль на удачу богатство выставляю ними весь дом наполняю стол желание мою укрепляет и спал исполнить помогает а вот если ваша работа связана с клиентами ведь бывают такие что настроены негативно по отношению к вам тогда поставьте соль на рабочий стол она впитает в весь негатив также обращаем ваше внимание что если у вас на данном этапе большие денежные проблемы то вам нужно провести следующая практика которая поможет вам избавиться от тех денежных проблем и нищеты безденежья которые есть вашей жизни что мы делаем вам нужно взять жменью соли берем жменью соли и на нее нужно сказать следующие слова соль чистая белая забери мою нищету мою нужду с этого момента я магнит для достатка истина надо будет так после этого мы не разжимаем наш кулак с жменьей соли вам нужно подойти к любой мусорки и нужно высыпать именно эту соль мусорку и в этот момент представлять себе что этот негатив всевозможные денежные проблемы у каждого это будет свое к вы тоже этого выбрасывать и после этого ни в коем случае мы руку руку нашу а другую руку не не стоит отрушивать вам нужно быстренько прийти домой обращаем ваше внимание во время когда вы будете возвращаться не с кем не разговаривайте не с кем не приветствуйте пришли домой быстро руки помыли смылом мыли свое лицо и представили себе в этот момент что вы убрали из своего дома и своей жизни любой негатив который связан с деньгами и с проблемами вы увидите как ближайшее время в вашей жизни начнут идти подсказки знаки от вселенной от ангела-хранителя высших сил которые помогут вам осуществление вашего задуманного девочки и мальчики мы надеемся наши советы наши рекомендации вам помогают жизни с вами как всегда был канал эзотерика для тебя подписывайтесь обязательно поделитесь этим видео с теми кому вы знаете что это видео и эта информация будет полезна и важна всех вам мыслимых и немыслимых благ услышимся в следующем видео